Всем привет! Решил записать пару видео о том, как оптимизировать в Unreal Engine. Смотрите, есть куча вещей, которые нам необходимо оптимизировать. Одно из них это освещение. Конечно, это не одно из самых важных деталей, но все же тоже очень нужно делать, потому что даже, допустим, по этой карте установлено более 50, скорее всего, лампочек, которые освещают некие места. И каждую оптимизировать гораздо проще, чем просчитывать каждую лампочку, каждую тень от данных ламп и так далее. Давайте поставим какую-нибудь лампу. И представьте, смотрите, вот эта тень от данной трубы. Если бы у вас, допустим, стояла свеча на столе, я не знаю, там рядом стаканы, которые являются материалом, стеклом, преломления и так далее, да, и еще вокруг комната, которая тоже освещается. Представьте, вот из одной свечи вы можете потерять почти или там, ну, 20-30 FPS, представьте так. Хотя это может не так. Смотрите, сейчас увеличим немножко интенсивность. Поставим другой цвет какой-нибудь. Что-нибудь красненькое. Окей. Вот персонаж. Если бы каждая лампочка... В данном случае у нас просто туннель. Очень мало каких-то элементов, которые требуют просчета теней и так далее. Здесь особо лагать не будет. Но есть такие карты, где освещение играет одну из самых важных частей. Смотрите. Как и нам оптимизируют лампочку. Во-первых, у нее есть просчет, так скажем... Так, просчет теней. Moveable. Если лампочка двигается. И, соответственно, она просчитывает каждое свое движение тени и так далее. То есть, лучи. Static. Если она реально стоит постоянно. И больше ничего просчитывать здесь особо и не нужно. То есть, вы не подходите. Просто это где-то вдали что-то. И стационарь... Это такая средненькая все-таки деталь. Между Moveable и Static. Так. Вот это одна часть, которая необходима для лампочки. Вторая часть. Это у нас... Есть такой параметр, как Performance. Это MaxDrawDistance. Это дистанция, с которой начинает включаться лампочка. Давайте поставим в районе 2000. И есть такой еще параметр. MaxDistanceFadeRange. Это дистанция затухания и так далее. То есть, ее мы можем выставить где-то в районе... Представим, что 500. Это чисто на ваш взгляд, как будет действовать это. Давайте-ка сначала без вот этого выставим. То есть, если я запущусь, видите, лампочка горит. Отошел на 2000. Лампочка потухла. То есть, если мы где-то вот здесь находимся, мы все равно там свет не видим. Да даже если бы вы видели, нам бы это ничего не дало. И мы вот это расстояние... По сути, смотрите, сколько вы... Не тратим ресурсы компьютера на прорисовку и так далее. И в определенное расстояние мы включаем эту лампу, и она начинает просчитывать и так далее. Тем более, это очень хорошо, когда у вас там помещения какие-то стоят в одной комнате, во второй, третьей и так далее. И вы не загружаете их лоу-стримингом и так далее. Просто все у вас в одной карте находится. То есть, видите, как очень резко включается. Давайте выставим... Нажимаем на лампочки снова. И выставим Max Distance Fate Range. Так, ну, примерно 500. И сейчас проверим. И плавное затухание. То есть, примерно вот эти 500, он затухает плавненько. То есть, мы на расстоянии 2000 примерно. И в 500 он начинает, видите, еле-еле так просвещаться. То есть, это очень хорошо, если вы, допустим, где-то вот вдали. И идете. Давайте выставим немножко другие значения. Цвет. Так, выставим значение 3000. Ну, где-то 700. Так, цвет выберем желтоватый какой-нибудь. Что-то подобное. Вот, смотрите. То есть, мы не видим, да, там освещение. А вот оно уже включилось. Вот 3000 плюс 700. Это вот. То есть, она чуть-чуть просветлела. А потом начинает гореть, как необходимо. Вот. Это одна из тех штук, которые нам необходимы. Ну, что, друзья. Если вы знаете какие-то виды оптимизации, пишите их в комментариях. Может быть, я какие-то не знаю и не собираюсь про них писать в видеоролики. Так что, до скорой встречи. Пока. Продолжение следует.